Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и наш разговор сейчас будет посвящен 4 главе 2 послания апостола Павла Коринфянам. Совершенно искусственное разделение на главы привело к тому, что начало 4 главы, конечно, является прямым, непосредственным продолжением того, что апостол Павел говорил в 3 главе. Он говорил о служении Нового Завета, служении Духу, способным которому Бог его сделал и его, его сотрудников. Он говорит о том, что это не потому, что мы такие умные, это Христос нас призвал. И он говорит о том, что на самом деле видеть Бога, видеть Бога и в законе, и вообще на самом деле в жизни, это дар Христов, покрывало, которое мешает нам видеть правду, оно снимается Христом. И вот по милости Божьей, говорит апостол, у нас есть дано нам это служение, которое мы совершаем, служение Господню Духу, служение тому Духу, который дает нам свободу действительно увидеть Бога, увидеть Бога, найти Его, услышать. И вот об этом служении благовествования апостол говорит о том, что мы, собственно, вам предъявляем себя, представляем себя совестью всякого человека. И если вам чего-то непонятно, если же закрыто благовествование наше, то оно закрыто для погибающих, для неверующих. А на самом деле в нем оно направлено к славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Павел говорит очень важную вещь, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Он говорит таким образом, что вообще не о нас разговор, не о том, какие мы умные или неумные, слабые или сильные, духовные или, наоборот, не духовные, а очень простые, что угодно. Павел говорит, ну мы не себя проповедуем, мы не говорим, посмотрите, какими мы стали, напитавшись, не знаю, там, Новым Заветом. Нет, он проповедует Иисуса Христа. Это, на самом деле, принципиальная вещь, потому что тоже на практике, как в истории, так и в современности, христиане очень часто пытаются проповедовать в жанре, посмотрите, какие мы хорошие, потому что мы выбрали себе Богом Иисуса Христа. Нет, это ничему хорошему не приведет. Такая проповедь не работает. Павел говорит, ну мы вот свет Евангелия предлагаем, да, мы не себя проповедуем, Христа Иисуса. Бог, понимаете, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас знанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И вот эта фраза, шестой стих, она хоть и одна всего коротенькая фраза, даже часть предложения, она совершенно бесценна, потому что здесь видна картина, как Павел представляет себе вообще служение тот самый Бог, который просвещает этот мир, повелел из тьмы воссиять свету. Это его воля, чтобы мир жил во свете, дает свидетельство Христова, и в нем, в Иисусе, говорит апостол Павел, слава Божья нам видна в лице Иисуса Христа. Для него ведь это очень значимое слово. Слава Божья – это та, которая вела народ Божий в столпе огненном ночью и в столпе облачным днем через Красное море. Слава Божья – это та, которая осенила вершину горы Синай, где Моисей получает заповеди. Слава Божья – та, которая наполнила храм Соломона, и которая была там в пустыне, в странстве, с Израилем. Слава Божья – это та, которая покинула храм, когда народ Божий был уведен в плен и так далее. Сияющее присутствие самого непостижимого. Вот что для Павла означают эти слова. Понимаете, нам в нашей стране, в нашем языке, после идиотских лозунгов «Слава КПСС» через улицу, которую мы с детства привыкли наблюдать, это слово «слава» ничего не значит. Ничего не значит. Оно обесценилось, потеряло смысл. А для Павла, слава Божья – это сияние, которое обозначает присутствие самого Бога. Присутствие самого Бога. Вот есть, так сказать, невероятный контекст этого присутствия. И он говорит «Слава Божья в лице Иисуса Христа». Вот тот свет, который изначально Богом в мире дан, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, он дал нам это сияние, свет своей славы в лице Иисуса Христа. На самом деле, потрясающая, конечно, тоже мысль, поразительная картина. И дальше апостол говорит о том, что сами мы, имея в виду себя и своих спутников, сотрудников, сами мы ничего особенного из себя не представляем. Это не потому, что мы захотели, или там мы такие хорошие, мы в этом участвуем, в этом сиянии славы Божьей в лице Иисуса Христа, потому что так Бог захотел. Сокровище сие, видите, он называет это сияние славы Божьей в лице Иисуса сокровищем. Это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы сила, которая дается, открывается людям во Христе, и в свидетельстве о нем, чтобы эта сила была приписываема Богу, а не нам. И это тоже очень важная для него мысль. Он снова и снова возвращается к ней последовательно и настойчиво. Вы думаете, что мы там какие-то немощные, неспособные по сравнению с супер-пупер-гипер-апостолами. Ну, хорошо, ладно, но мы действительно вот это великое сокровище, славы Божьей, носим в глиняных сосудах немощных. Но оно в них есть. И поэтому Павел здесь пишет, говорит, ну вот нас стесняют, а мы не стеснены, потому что, да, нас по-человечески можно стеснить, а слава Божьей, ее невозможно стеснить. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. И так далее. И продолжает апостол эту свою мысль поразительными и очень важными словами, потому что мы всегда носим мертвость Господа Иисуса в теле, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашим. Что он имеет в виду? Павел, насколько можно судить по, собственно, его выражению, говорит о том, что немощь, смертность наша, она как смертность Иисуса в его воплощении, да, она есть, и это от нас, и мы умираем и носим в себе мертвость Христа. Но вот это сияние славы Божьей в лице Иисуса Христа, оно и для нас открывает жизнь Христа в теле нашим. Один вариант. Другой вариант, который тоже нередко разнообразные исследователи и толкователи предлагают для этого, 10 стиха, понимание, что когда мы живем вот в этой всей человеческой слабости, немощи, незначительности, Павел говорит о себе, конечно, да, вот в нас умирает Иисус, но и жизнь его тоже совершается в нас. В любом случае апостол вспоминает и думает, и видит картину, когда Господь погибает на кресте, и свидетели, покивающие головами, говорили, вот других спасал, пусть теперь спасет себя самого, да. Павел сравнивает свою немощь. Здесь он не говорит о том, что силы Божьи совершаются в немощи, об этом не идет у него разговор, но мысли у него в эту же сторону, что вот мы умираем, и Господь в нас умирает, разделяет с нами эту нашу немощь, но и жизнь его дается нам. Мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, Павел отдает себя, а жизнь действует в вас, он отдает себя ради этих коринфян. Продолжая этот разговор, снова выстроенный вокруг воскресения, вокруг смерти и воскресения, немощи и силы Божьей, Павел говорит, мы знаем, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Него и нас, воскресит через Иисуса и нас. И это совершенно изумительный оборот, поворот событий, так сказать. Павел говорит о том, что он ничего не стяжает, ни к чему не стремится, он готов, согласен быть немощным, быть ничем буквально, потому, чтобы жизнь Христа открылась и в Нем, и в коринфинах. И исповедует свою веру в то, что все равно мы верим, что Бог воскресил Иисуса, и есть ли мы с Иисусом, значит, через Иисуса Он воскресит и нас. Христиане очень часто думают, что можно каким-то образом обзавестись билетом на воскресенье мертвых, что там ты что-то в течение своей жизни делал, копил духовные деньги, прости Господи, и потом тебе по совокупности забитых и пропущенных мечей выдают какой-то билет на воскресенье, в будущее царства. Павел видит эту картину вообще по-другому. Он говорит о том, что Бог воскрешает Иисуса, и тех, кто за Иисуса держится, тех, кто разделяет немощь и презренность Иисуса на кресте, так как его Павел же на самом деле, когда говорит, стеснены, притесняемы, отчаянных обстоятельств, гонимы, погибаем. Он говорит именно об этом. Так вот, Павел видит картину так, что если ты за Иисуса держишься, и он для тебя самое главное, и ты разделяешь его страдания, с чего, кстати, Павел начал весь этот разговор еще в первой главе, твои жизни тоже и воскресенье тоже будут для тебя открыты, потому что ты за Иисуса держишься, потому что ты с Иисусом, а не по чему-нибудь другому. Понимаете, это принципиально важно, фундаментально на самом деле в нашей вере. Мы все, что мы за Боги знаем, и все пути к Богу, которые мы знаем, это все в личности Иисуса Христа. поэтому Павел и говорит о том, что мы умираем со Христом и в нем воскреснем. И еще в конце четвертой главы Павел начинает некоторую мысль, которая потом тоже продолжится в пятой главе, он переходит от земной немощи и мертвости и с другой стороны силы во Христе Иисусе, он переходит на другое видение той же самой картины. Говорит, ну вот, есть внешнее, то, что составляет сиюминутную, посюстороннюю, так сказать, оболочку нашего существа, есть внутренний человек, то, что мы сейчас назовем личностью, конечно же, скорее. Павел говорит, вот есть мы, живущие здесь, на земле, а есть что-то более глубокое, личность, которая на самом деле может от этих всех земных ограничений уз и оков быть в каком-то смысле свободной. Он говорит, внешний, внешний наш человек тлеет. Ну да, собственно, что тут комментировать, каждый из нас понимает, что мы все стареем и действительно, внешний наш человек тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. Павел предлагает своему читателю увидеть снова в этой внешней тленности и немощи, о которой разговор вот уже собственно пятую главу подряд, увидеть вечную славу, которая как зерно в почве внутри нашего внутреннего человека обновляется. в Продолжение следует...